У нас на сегодняшнее число, на 28 мая, в Татарстане подтверждено 60 новых случаев COVID-19. Все эти случаи контактные. 12 человек у нас из этих 60 госпитализированы. 48 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой. Что касается возрастной категории, то несовершеннолетних у нас из этих 64 ребенка. В возрасте от 18 до 30 лет 10 человек, от 30 до 50 лет 17 человек. От 50 до 60 лет 10, от 60 до 70 11, от 70 до 80 8 и в категории все, что от 80 и старше по нулям. Что касается географии, преобладающей большинство, конечно, в Казани. 21 человек, набережные Челны 12, Алькеевский район трое. От Нинский и Зеленодольский по 4 человека, Высокогорский 2 и по 1 человеку у нас в Арском районе, Меделинском, Сабинском. 11 человек в Нижнекамске. Так, на 28 мая по нарастанию, итого в Татарстане у нас зарегистрировано 3026 случаев COVID-19. Что касается по выздоровевшим, то по сегодняшней статистике, по свежей, у нас за сутки плюс 124 человека, итого 2350 человек выздоровевших. Достаточно хороший показатель в сравнении с тем количеством заболевших, которых у нас за весь период был. Это что касается свежей статистики и по повестке, которую хотелось бы до вас донести, на которую хотелось бы обратить ваше внимание на этой неделе. Потом перейду на ответы на ваши вопросы в том числе. У нас у президента республики запланировано посещение штаба республиканского движения «Помощь рядом» Ярдам Янаша. Вы знаете, что инициатива объединения всех форм помощи в условиях пандемии была президентом поддержана. И в это движение «Помощь рядом» Ярдам Янаша объединилось огромное количество предпринимателей, органов государственной власти, просто неравнодушных людей, бизнесменов, крупных, мелких. Их все, каждый готов оказывать посильную помощь. И вот это объединение, которое на сегодняшний день работает, в том числе под эгидой президента, завтра президент посещает штаб, запущены на сегодняшний день горячие линии республиканского движения, сайт «Помощь рядом с 16 РФ», этот сайт универсален, там можно не просто оставить заявку, если вам требуется помощь, но самое главное, там можно найти людей, которым вы хотели бы помочь. То есть это такая площадка для тех, кто ищет помощи, для тех, кто готов ее оказать. Всего на горячую линию, которая была создана движением, на сегодняшний день поступило более 5000 звонков. И огромное количество пожертвований поступает через это движение просто от обычных людей, которые готовы поддержать, помочь, кто-то может продуктовыми наборами, кто-то напрямую деньгами, средствами. То есть достаточно серьезная в этой части работа идет. Я думаю, после посещения президентам будет возможность уже в конкретных цифрах рассказать, доложить и донести до вас, в том числе о том, какую большую помощь оказывают жители республики для всех тех, кто сейчас оказался в наиболее тяжелой ситуации. Ну, напомню, что продовольственные наборы у нас по решению президента, эта программа, она действует, продолжает работать, чуть более 55 тысяч нуждающихся семей и пенсионеров. В настоящее время осуществлено две поставки таких наборов, а в июне запланировано еще две поставки. Вы знаете, что работа проводится компанией Бахатле. Социально ориентированные некоммерческие организации также активно включаются в работу движения. С 19 марта действует ресурсный центр волонтера Татнефти. Добровольцы, молодые сотрудники компании и жители региона, одними из первых в стране, это тоже крайне важно, стали помогать пожилым людям, которые наиболее подвержены вирусной инфекции. Волонтеры доставляют продукты на дом, продолжают это делать и сейчас, выгуливают питомцев, помогают с оплатой коммунальных услуг, оказывают психологическую помощь. Всего на сегодняшний день поступило в движение, в волонтерское движение ресурсного центра Татнефти, поступило без малого 8 тысяч телефонных обращений. Заявки выполняются максимально все по запросу. С 24 апреля стартовала акция по доставке продуктовых наборов, наборы добра, малообеспеченным слоям населения на безвозмездной основе по населенным пунктам Юго-Востока Республики Тарас. Татнефть преимущественно охватывает эту территорию, плюс Закамья. На эти цели сотрудники компании перечислили свою однодневную зарплату, члены правления передали квартальное вознаграждение. Акцию также поддержали топ-менеджмент компании, структурные подразделения, дочерние предприятия Татнефти, такие партнеры, как Банк Зенит, хоккейный клуб Акбарс, Нефтяник. То есть вот это такое единение всех от малой до великой компаний. В результате удалось собрать внушительную сумму, это около 19 миллионов рублей, только вот этим движением для того, чтобы помочь оказать помощь той категории, о которой я говорила выше. Благодарительный фонд Акбарс Созидания делает колоссальную работу, об этом тоже президенту будет докладывать, для поддержки семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Более двух десятков ноутбуков для дистанционного обучения детям из Апастовского и Муслюмовского районов передал фонд, а также поддерживает продуктовыми наборами 134 одиноких пожилых жителей Казани, чей доход ниже прожиточного минимума, 65 пожилых опекунов, воспитывающих несовершеннолетних детей в городе Казани. Вот эта категория граждан получила также продуктовый набор Акбарс Созидания. В настоящее время фондом ведется, фонд также принимает активные участия с точки зрения финансирования, внушительную сумму вкладывает по организации обеспечения более чем 55 тысяч продуктовых наборов, о которых мы все время говорим. Не остались в стороне религиозные организации. С начала месяца Рамадан Духовное управление мусульман совместно со стадионом Акбарс-Арена и национально-туристическим комплексом Туланаулым организовали доставку ихторнаборов. Знаете, мы об этом тоже много рассказывали. Казанской мечетью ЕРДМ ежедневно обеспечивались продуктами питания в среднем около 2000 нуждающихся. Аналогичная работа была организована и Мухтасибатами республики. Мухтасибатами республики и всего мусульманскими религиозными организациями за это время продовольственными пакетами и фторнаборами были обеспечены около 180 тысяч людей. Фонд ЕРДМ запустил социальный проект «Дорога жизни», благодаря которому инвалиды, незрячие, глухие, колясочники, люди с диагнозом ДЦП, одинокие пенсионеры, малоимущие и многодетные независимо от их конфессиональной и национальной принадлежности будут ежедневно получать бесплатное горячее питание при необходимости медикаменты и маски. За время проведения акции благодаря фонду его автоволонтерам 57 тысяч, более 57 тысяч нуждающихся жителей города Казани безопасно получили горячее питание. Православный центр защиты семьи, материнства и детства «Умиление» в рамках акции «Пандемия и добра Казани» оказала помощь 166 семьям. Это беременным и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Добровольцы разводят продуктовые наборы, детское питание, средства гигиены, бытовую химию. Помимо городов Казани и Набережных Челнов акции проводят еще в 11 муниципальных образованиях. Это Алексеевский, Альметьевский, Арский, Буинский, Верхнеуслонский, Воскогорский, Зеленодольский, Камско-Устинский, Пестричинский, Сабинский, Чистопольские муниципальные районы. Компания «Казаниэкспресс», как вы помните, одна из первых, также подключилась. Собственно, это была их первая идея относительно раздачи продуктовых наборов в категории граждан 65+. Вот имя роздано с 10 тысяч продуктовых коробок добра, нуждающимся пенсионерам по спискам, которые предоставили районные отделы соцзащиты. Это очень важная работа. Президент всегда достаточно внимательно к этой работе относится. Ему регулярно докладывают. Вы знаете, он посещал распределительный центр, где продуктовые наборы собирали. С волонтерами встречался, которые работают в рамках Ярдамьянашея. А завтра будет встречаться с активом непосредственно в самом штабе и обсуждать о том, какая работа проделана и что еще предстоит сделать в рамках этого движения. Иртега Республика Президенте Ярдамьянашея фондының штабында бұларға планын аштыра. Айсег сгетті шырабысы, пандемия шартларында барлық Ярдам формуларын бірләштүру инициативесі Республика Президенте тарафоннан хопланды. Растам Нұргалевич Мұндайышның мүхемелігін бірнеша тапқыр белгіләбітті. Республика фондының кайнар линиясы хам сайты шлебошлады. Кайнар линияға барлығы 5 миңден артық шолтырату келеген. Илді 5 миңден артық мұхта шығайлә әмпенсионерлер азық тілік жиылмалары олда. Хазіргі вақытта 2 жиылма білін тәпмен іттілер. Хаминді июня айында тағын 2 жиылма планнаштырылған. Бұ үшіні біргенігі шыға бақытылы олып бөра. 18-й марта алып тәтнефті волонтерлары ресурс өзәғышли компанияның яш хызмәткәрләрі илді біріншіден болып, әлкен яштәғі күшілерге ердәмеді башыладылар. Волонтерлары иллеріне азық тілік кетірәлір, питомецларын ертәлір, коммунал хызмәтләр үшін түләу дә ұлышалар, әмінді психологик ердәмді күрсет әлір. Бұл бік мұхиым бүгінгі күнгер психологик ердәм. Әмінді ауыртырмыш қалінді қолған ғайлерге ердәмеді үшін Ақбар Сызидәне Қайреа фондыда бік көбішлі, Апас ғаммеслі муниципал райондағы бұлалар дистанцион білім беру үшін 23 ноутбуқ тапшырды. Қазанның 134 елғыз яшавшы үлкен яштағы ғражданының азық ділік жиылмасы білен құплады. Аларының кірімі яшав минимумынан түбенрек. Әмінді Қазан шақырында бәрік болмаған бұлаларыны тәрбей өші 65 яшлы күлкен күшілерге да бұлғышалар. Қазіргі оқытта фонд тарафынан Татарстан Республикса территорисінде яшавшы үлнің 5 мүмінден артық әс кірімі ғражданлар өзіқ ділік жиылмалары білен тәбмейін өті үші алып барыла. Міне бүңгі үкінгі әйткен әйті бүткен өші әйінді Ақбарсы зидәне қайрафынды бік көпі әкша әмінәшул продуктовы набор үштірі үшін біре. Діни үшмаларда шитті қолмады. Бүнгі үші үші әйті күн sayын үрта Қаса 2 мингі ән үшін бүткен әйткен. Шүнді үш республика мүттәсіблəri р Sep ләрі тарафынан да ештірілді. Бұрылі үйінді үні мүмсілманын дini өйеш малары тарафынан 180 мингі әкін үші әзіқ тілік pakетлары әміфтар жиылмалар білен тәпмейін әтілген. Умилейн истинный православия гайля, она хэм болашақны яқыла узага 266 вайлага ердем көрсетті. Волонтерлар азықтырык жилмалары, болар ризыг дейен шаралары хэм күн күреж химису алып келелі. Козан хэм яршаладан тыш акции республикалын тағын 11 муниципал районнарында утя, Ол Алексеевс, Кәлеме, Торшо, Буа, Юғар Аслан, Бейктау, Ешелузан, Каума, Тамаға, Петрияш, Соба хэм шестай муниципал районнары утяриле. Хаминді Казан Экспресс кампаниясы тарапанан мұхтач пенсионерларға район социал яқылау бүлекләрі, бүлекләрі бүлекләрі бүлінші 10 мүмінден артық күйгілік тортмасы дейін таратылған. Кроме того, завтра ждет, что президент республики в преддверии важной даты дня химика, вы знаете, что у нас традиционно обычный день химика достаточно масштабно праздновался в Нижнекамске на большой площадке, но, к сожалению, в условиях пандемии и санитарно-эпидемиологической ситуации нет возможности сделать масштабные мероприятия, но, тем не менее, президент считает важным найти хотя бы какую-то другую форму для того, чтобы поздравить представителей этой отрасли с профессиональным праздником. Отрасль действительно является одной из передовой для... Вообще, Республика Татарстан с точки зрения промышленного развития является одним из передовых регионов, и люди, которые работают в этой отрасли, безусловно, заслуживают внимания в свой профессиональный праздник, поэтому президентам республики было принято решение вот в таком формате где-то дистанционном, где-то непосредственно пообщавшись с коллективами Казанверксинтеза провести такую встречу. Рустам Нургалевич планирует посетить Казанверксинтез, а уже там с точками включения из других муниципалитетов, из других регионов, где в том числе сконцентрирована достаточно мощная химическая промышленность, будут включения с представителями тех рабочих коллективов, которые там трудятся. Предполагается, что он посетит производственные площадки Орксинтеза, ряд заводов по производству и переработке полиэтилена, низкого давления завода этилена, также на завод управления в Центральной диспетчерской, где ему будет презентована программа стратегического развития Казанверксинтеза до 2025 года. Ну и предполагаем, что вот как раз таки в режиме ВКС состоится общение с сотрудниками предприятий химической отрасли Республики Татарстан. Это запланировано на завтра. Я сейчас перейду к вашим вопросам, коллеги, для того, чтобы максимально... Так. Бизнес онлайн. Как вы прокомментируете вчерашнюю информацию о якобы находящемся на подписи у президента или даже подписанном указе о ликвидации Института истории имени Марджани? Не кажется ли вам, что при любых разумных аргументах за такое решение в год столетия ТССР оно вызовет бурю негодования в среде национальной интеллигенции? Никакой ликвидации Института истории имени Марджани не предполагается. У нас на сегодняшний день Института истории имени Марджани во все времена был всегда в поле особого внимания руководства Республики. Вот таких вопросов сегодня поступило очень много, поэтому никакой речи о ликвидации Института не идет. На сегодняшний день обсуждается то, в какой форме дальше будет Институт развиваться. Все на стадии обсуждения, как можно было бы усилить его работу. Исключительно только в этом русле идет обсуждение. Поэтому никаких планов о ликвидации этого Института у руководства Республики нет. Владимир Путин назначил проведение парадов через Дня Победы 24 июня. О шествии бессмертного полка 26 июля. Как Республика готовится к проведению этих мероприятий? На сегодняшний день этот вопрос обсуждаем. Он открыт, как только будет принято окончательное решение по форме. Тогда мы вам обязательно сообщим. Вопрос обсуждается. Президент Республики накануне пообещал найти форму для возобновления работы торговых центров. Есть ли понимание, когда и в каком виде откроются торговые центры? Я бы хотела уточнить, где пообещал, не совсем понимаю. Возможно, это вырвано из контекста его интервью в рамках столетия ТССР, когда он говорил о том, что в условиях пандемии мы сейчас вынуждены ограничить себя во многом. И в том числе, я так полагаю, потому что я не знаю, с какого контекста фразы связаны с возобновлением работы торговых центров. Вы знаете позицию президента Республики Тарстан. Он неоднократно говорил, что главный приоритет в этих вопросах – это исключительно безопасность и здоровье жизни жителей Республики Тарстан. Что касается любых других послаблений, они возможны только в случае, если это позволит санитарно-эпидемиологической ситуацией. И не будет этому возражать Роспотребнадзор. Будет ли возможность задать вопросы авторам независимой экспертизы по строительству мусоросжигательного завода, когда начнется непосредственно строительство завода? Безусловно, будет возможность поговорить с экспертами. И это тоже было одно из принципиально важных моментов, когда Рустам Нургалевич дал поручение провести независимую международную экспертизу. Третью, понимая озабоченность жителей Республики, он дал такое поручение. И стоит отметить, что данное слово свое сдержало. Экспертиза действительно состоялась, несмотря на то, что в условиях пандемии это заняло гораздо больше времени, чем предполагалось ранее. Тем не менее, пока не появился этот документ, президент сказал, что пока его не будет, никакой стройки не начнется. Поэтому документ на сегодняшний день есть. Он есть на официальном портале Министерства экологии. Вы знаете, его можно прочитать, в полном объеме представлено. В том числе, будет планируется где-то в начале июня, по точной дате, я думаю, коллеги с профильного Министерства спресс-службы вас ориентируют. К сожалению, на сегодняшний день ситуация в мире не позволяет физически организовать пресс-конференцию в классическом понимании. Но ее планируют сделать в том формате, вот как мы сейчас с вами общаемся, то есть через видеосвязь, с обязательной возможностью задать вопросы. Вопросов уже очень много поступило, хочу сказать, от разных изданий. Достаточно большой блок вопросов пришел. Они сейчас в проработке подготовлены для экспертов, чтобы они могли грамотно, квалифицированно и подробно, исчерпывающе ответить на все ваши вопросы. И я думаю, что сейчас, как только будет организована техническая сторона этого процесса, этого вопроса, обязательно вас сообщат и проинформируют, когда можно будет поговорить с этими экспертами. Какова вероятность, что с 1 сентября продолжится дистанционное обучение школьников и студентов в республике? Я думаю, что у нас запланировано тоже не на следующую, может, чуть позже, неделю Министерства профильного образования. Я думаю, более подробно вам вообще расскажут о том, какова ситуация на сегодняшний день. У них регулярно, ежедневно с Минпросвещением проходят консультации с федеральным ведомством. Я думаю, когда только у них будет понимание этого вопроса. Мы, во всяком случае, в ближайшее время планируем их брифинг отдельно, где, я думаю, они смогут уже более подробно и детально информацию дать. Готовят ли власти республики новый план действий на случай второй волны коронавируса? У нас работает штаб, он работает в ежедневном режиме, работает он еще с начала года. И штаб этот работает усиленно, то есть работа не ослабевает, несмотря на то, что у нас показатели, к счастью, как мы видим, стабилизировались по случаю выявления новых ковид. И хорошую динамику мы видим по случаю выздоровления. Несмотря на это, конечно, работа не останавливается. У Рустама Нургалеевича традиционно, ежедневно, но с утренней планерки, на которых присутствуют в том числе ключевые представители штаба, которые ему докладывают оперативную ситуацию, они обсуждают по тому, как будет ситуация развиваться дальше. Эта тема из повестки дня президента не уходит, он за ней ежедневно с самого утра. Это одна из самых первых планерок, которые проводит он. Это она связана как раз с ситуацией санитарно-эпидемиологической. Поэтому этот вопрос из повестки не уходит. И, безусловно, стоит задача быть готовым к любому развитию, дальнейшему развитию событий. Интерфакс опять спрашивает про институт Марджани. Я уже ответила, никакой ликвидации института не подразумевается. Форма, в которой он дальше будет работать, она сейчас обсуждается исключительно с целью того, чтобы усилить работу этого научного центра. Реальное время. Как себя чувствуют тяжелые пациенты, которым перелили плазму крови с антителами коронавирусу? Чувствуют себя три человека таких, как вы знаете. Все они чувствуют, состояние у них стабильное. Вот, как сообщил Минздрав, вдвое с уже явной положительной динамикой. Поэтому, ну, дай бог, чтобы, собственно, они шли на выздоровление. Врачи для этого делают все возможное. В новостях сообщалось, что в Татарстане остался недельный запас защитных костюмов для медиков. Какова ситуация защиты для медиков, в том числе по районам республики? Что касается защитных костюмов, уже в тот же день, собственно, когда информация появилась о том, что якобы какой-то совершенно незначительный запас остался, у нас Минздрав дал соответствующее опровержение и разъяснил, как выстроена эта работа. В больнице ежедневно поставляются одноразовые защитные костюмы врача и инфекциониста. Три производителя эту поставку осуществляют. У нас также в республике есть один производитель специальных материалов. Как вы знаете, мы о нем рассказывали, когда еще речь заходила в первое время о производстве медицинских масок. Пульматис сегодня выпускает сырье, в том числе для производства защитных костюмов. И отрабатывается также вопрос по встречным поставкам с компаниями, в адрес которых пульматис направляет сырье, чтобы они могли в Татарстан также дополнительно, помимо того запаса костюмов, которые на сегодняшний день поступают ежедневно в больницы, могли иметь еще вот такой вариант дополнительно отгружать костюмы поставщиков, с которыми работает пульматис. Контроль за этой поставкой сырье осуществляется Минпромторгом. Ну и оперативный запас средств индивидуальной защиты поддерживается в количестве 7 дней. Это стандартная работа 7-дневной потребности. То есть у нас нет необходимости на более больший срок, скажем так, держать запас, потому что он ежедневно по мере необходимости пополняется. Есть ли обобщенная информация, сколько все-таки жалоб от медиков поступило на невыплату надбавок за работу с коронавирусными пациентами? В основном из каких районов, по каким причинам задержали выплаты? Важно понимать, что на сегодняшний день создано несколько инструментов, на которые медицинские работники могут обратиться для того, чтобы разъяснить ситуацию. Это и в самом Минздраве есть горячая линия, куда можно позвонить. Это и на портале госуслуг по поручению премьер-министра Российской Федерации, как вы помните, был создан специальный ресурс, который позволяет оставить, выйти на обратную связь. И прокуратура ведет также работу, когда можно выйти на связь с прокуратурой и там оставить заявки. Позиция следующая. В любом случае, это отработка каждого из заявителей. В этой отработке заинтересованы все стороны. Минздрав точно такая же заинтересованная сторона, чтобы выяснить, где есть какие-то, возможно, некорректные моменты, где, возможно, есть необходимость разъяснить медицинскому персоналу, потому что, безусловно, распределение средств осуществляется строго по тому законодательству федеральному, которое, скажем так, прописывает регламент, кому и в каких пропорциях положены выплаты. Поэтому в данном случае Минздрав такое же заинтересованное лицо совместно с правоохранительными проверяющими органами для того, чтобы выявить, какие есть в этой части проблемы. Что касается, значит, по... Ну и в ходе этих обращений, вот, по состоянию на 27 мая, их поступило чуть более 200. Они все рассмотрены. Одно обращение только находится сейчас в работе. Они все рассмотрены. Есть небольшая доля обращений, где будет выплата осуществлена сотруднику. То есть там действительно есть факт того, что задержано. Значит, часть также выплата осуществлена до самого обращения с сотрудником уже. Ну и есть действительно большое количество обращений, где, ну, разъясняется медицинским работникам то, что по, значит, согласно всем тем регламентам, которые есть, по условиям выплаты, этот сотрудник не подпадает под категорию тех, кому положены выплаты. Это тоже важная работа, разъяснительная работа, которую нужно вести. В Минздраве рекомендовали не относиться к больным коронавирусам, тех, у кого он выявлен, но при этом нет жалоб. Теперь регионы будут предоставлять статистику, изменив системе подсчета. У нас статистика идет через, не просто через Минздрав, у нас еще и Роспотребнадзор, это совместная как бы работа. В данном случае мы можем лишь сказать, что та система подсчета, которую мы ежедневно ввели и до этого, она такая же осталась. У нас ничего не изменилось. А что касается рекомендаций или инициатив, к ним надо достаточно осторожно относиться. Какого-то документально принятого решения о том, что мы сейчас начинаем как-то иначе вести статистику по больным с коронавирусом по той или иной форме течения болезни, таких документов официальных нет, поэтому мы продолжаем работать в том формате, в котором мы и ранее ввели эту статистику. Выплаты в 10 тысяч получат далеко не все семьи детьми старше-классникам и инициируют для республики какую-то меру поддержку для семей с несовершеннолетними детьми старше 16 лет. Насколько я знаю, подобных инициатив очень много, в том числе от различных политических партий. На сегодняшний день в адрес правительства поступают. С нашей стороны пока я в всем случае не видела, чтобы кто-то обращался с таким предложением. Сколько сейчас выхтовиков на обсервации? Будут ли предприняты какие-то дополнительные меры охраны после инцидента в Ливаде? Какие условия в санатории для того, чтобы люди могли чем-то себя занять две недели в изоляции? В Ливаде на сегодняшний день находится 238 человек на обсервации выхтовиков, о которых вы говорите. Меры по охране там, собственно, они всегда и были, что и помогло оперативно решить тот конфликт, который возник, о котором вы говорите. Что касается условий для того, чтобы люди могли чем-то занять две недели в изоляции, изоляция, коллеги, мы понимаем, что люди находятся чисто физически в здании санатория. Но это не санаторий с предоставлением каких-то услуг. Это все-таки обсерватор, в котором огромное количество людей ежедневно трудится. Это представители социальных служб, соцработники, медицинские сотрудники, которые ведут наблюдения, людей, которые там на изоляции находятся. Поэтому здесь, наверное, важно с пониманием и с уважением относиться к труду людей, которые все это время находятся и обеспечивают пребывание тех, кто на обсервации, готовят им еду, ежедневно убираются, медицинский осмотр делают. Это, собственно, весь тот комплекс, если хотите, набор услуг, который на сегодняшний день в обсерваторе для пребывающих предусмотрен. С чем связана ликвидация Института истории Маржани? Я уже ответила, ни о какой ликвидации речи не идет. Указ существует? Нет никакого. Я не знаю, о каком указе, о каком документе говорить. Я на сегодняшний день говорю о том, что идет вопрос проработки, потому в какой форме институт дальше мог бы работать, усилить свою работу. Его присоединят к Академии наук. Коллеги, обратите внимание, пожалуйста, вчера достаточно подробный комментарий я видела, по-моему, на Татаринформе. Да, президент Академии наук дал подробную информацию о том, как вообще выстроено. У нас вообще все институты находятся под Академией наук Республики Татарстан. Он достаточно подробно разъяснил форму работы этих институтов, как устроена работа. И, в общем-то, там можно подробно обратиться. Еще раз, это самый принципиальный и важный момент. Я достаточно много в СМИ видела информации с формулировкой ликвидации. Ни о какой ликвидации речи не идет. Будет ли Татарстан подавать заявку на организацию дистанционного голосования по поправкам в Конституцию или президентским выборам? В ЦИК РТ говорят, что это требует дополнительного финансирования. То есть решение должно принять руководство Республики. На сегодняшний день какой-то актуальной информации по этому вопросу нет. Вообще, если я не ошибаюсь, Центр избирком Российской Федерации достаточно подробный ответ дал в части готовности тестировать формат электронного голосования в регионах России. Насколько я понимаю, они категорично сказали, что такой опыт использовать в регионах не планируют. Планируют только порядка 13... Секунду. Порядка 30 цифровых участков и только в Москве. Поэтому на сегодняшний день каких-то новостей в этой части нет. Цифровые участки — это другое. По тому вопросу, который вы задали, на сегодняшний день решений пока никаких нет. Я на этот вопрос отвечала, собственно, еще «Бизнес онлайн», по-моему, на прошлой неделе его задала, связанный с дистанционным голосованием. Я на него уже отвечала. Коллеги, у меня все, я вопросов больше не вижу. Спасибо за работу. Спасибо.